В трудной обстановке, когда есть противостояние, каждый человек, а может даже группа, общность, ищут союзников. Но наиболее рационально мыслящие люди всегда ищут союзников в себе, а потом уже вокруг себя и на стороне. Но полагаться на себя всегда почетно, и самое главное, это такая ставка, которая всегда себя оправдывает. И, прежде всего, каждый человек избавляется от иллюзий и настраивается на рациональность, потому что рациональный подход помогает избрать верный путь, укоротить его к цели и, самое главное, воссоздать вокруг себя благонадежную обстановку. Вот так поступает сегодня Азербайджан. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Мы снова встречаемся с вами в новом году в первой нашей программе на платформе Баку Нетворк. И у нас сегодня в гостях представитель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Фархад Харилов. Фархад Малин, приветствую вас еще раз и рад видеть в нашей студии. Я знаю, что вы очень интересный собеседник. Это не только мое мнение, мнение моих многочисленных коллег, которые всегда подчеркивают вашу активность именно в диалоговом жанре, в формате взаимодействия для того, чтобы выработать правильный взгляд на положение вещей. Но будем говорить сегодня о том, что нам предстоит сделать для восстановления доверия в формате азербайджано-армянских отношений или армяно-азербайджанских отношений. Ну, не вам мне говорить о том, какие события произошли в последнее время. Последние три года вообще насыщенные события были у нас в нашей жизни, в регионе. И Азербайджан воссоздал ту атмосферу, которая была очень востребована для того, чтобы покончить уже с противостоянием, с военными действиями и уже начать налаживать отношения с нашими соседями. Вот как вы думаете, почему вот в дебюте были многочисленные ошибки, причем это были не только азербайджанские ошибки, а большей частью это была ошибочная позиция армян, армянского общества, армянской республики, которые ставили на войну, на пропаганду ненависти. Ну, все это отшумело. И Азербайджан доказал, что есть справедливость, и мы на ее страже. Что сейчас нам мешает налаживание отношений? Ну, вы знаете, я бы хотел отметить, вы начали с тех событий, которые произошли за эти годы, последние два-три года, то произошло то, что не происходило на протяжении, может быть, ни одного века. Азербайджан достиг того, и каждый из нас себя считает счастливым человеком, что дожил до этого дня. Поэтому это говорит о многом. Мы достигли этого, пройдя огромные сложности. И сегодня мы это видим. И сегодня отношение к Азербайджану не объективное, а просто безобразное, я бы сказал. Настолько откровенно демонстрировать двойные, тройные, пятерные стандарты по отношению к десятимиллионному Азербайджану. Но наше поведение и наши результаты вот на фоне всего этого показывают, что мы достойно стоим, вот десятимиллионная страна достойно стоит перед империями. И отвечаете им на самом высоком уровне. Поэтому я думаю, что каждый гражданин Азербайджана сегодня испытывает огромную гордость. Да. Мы по-другому смотрим на мир. Мы по-другому держим свою голову, в конце концов, не опущенную, а поднятую. И это сегодня не может не трогать никого в нашей стране. Что касается того, что мы должны двигаться в сторону мира, и это естественно. Я, честно говоря, не помню никаких в нашей жизни и в последней истории, чтобы Азербайджан сделал какие-то не те шаги по отношению к Армении, к Армянам. Они спровоцировали все это. Все. То, о чем они говорят, о сумгаите, о прочем, у них есть несколько тем. Все спровоцировано ими, не нами, спецслужбами, ими, не важно. Но не нашим народом, не нашими людьми. Мы слишком добры. Вот это может быть наш недостаток. Понимаете? Странно, видите, вот странно, что мы добры, но это иногда считается недостатком. Потому что, наверное, мы хотим видеть перед собой таких же добрых людей, такую же добрую, скажем, основу, но, к сожалению, ее нет. Абсолютно верно. Вот вы очень точно поймали мою мысль. Я именно иду к тому, что ведь все строится на взаимопонимании. Односторонне не получится дружба. Понимаете? Дружба бывает взаимная. В дружбе чувства бывают взаимные. Односторонне это не дружба уже. И же воспринимается как слабость. Да. Это нечто другое. Ну да, мы всегда считались народом искусства. Да. Я как художник знаю, у каждого крестьянина под подушкой, а я всю жизнь нахожусь со своей мастерской среди крестьян. За городом. У него обязательно есть тетрадочка, где он пишет по ночам стихи. Понимаете? То, что в музыке происходит, нашей народной музыке, то, что Ашуги делает, это великое явление вообще в истории культуры. Еще недопонятая культура в истории. Поэтому, да, мы считались всегда нацией, народом и добрым, и настроенным на искусство. Это что означает? Что мы были всегда против насилия, войны и прочего-прочего. Но мы показали, что мы воевать умеем. И тут не могу не сказать, что у нас великий президент, что он создал эту армию. С нашим вот этим добрым народом он создал эту армию. И он консолидировал наше общество? Да. Потому что войну выигрывает народ. Конечно. Безусловно, под руководством верховного главнокоманды. И тому множество примеров на фронте. Поэтому первое условие – это взаимность. Если мы со своей стороны будем здесь убивать себя, чтобы армяне жили спокойно, хорошо. Но если не будет взаимности, как это произойдет? Как это может произойти после стольких лет, в общем-то? Да, отчуждения. Невозможно. Поэтому не от нас это сегодня зависит. Конечно. Это зависит именно от наших соседей. Фарханалин, вы, наверное, согласитесь со мной, если я скажу, что в дебюте действительно были ошибки. Непростительные. Они были трагичными, потому что привели к войнам, к бедам, к большой крови, лишениям. И пострадали простые люди в основном. Ошибки были, извините меня, скажем, армянских радикалов. Да, это не наши же ошибки. Да, да. Но вы, наверное, согласитесь со мной. А вот мы помним конец 80-х, начало 90-х, когда впереди этой оголтелой, кричащей армянской массы шли и представители интеллигенции, руководители творческих союзов армянской республики. А вот как они могли допустить такое, зная, что все равно они на неправедном пути? И сегодня неужели они не испытывают угрызения совести и не хотят исправлять вот ошибки того времени? Вы знаете, вот хочешь или не хочешь, а я начинаю вспоминать, вы говорите, неужели не испытывают угрызения совести. Ну, да. Допустим, еще это 87-го, 8-й уже год, начало событий, да, в 88-м уже все это началось достаточно активно. Я помню, председатель союза Армении сидел рядом со мной в Москве. Художников. Да. Мы все секретари союза художников СССР были. Я подчеркнуто его, с ним общался. Даже взял за плечи специально. Он на следующее собрание не пришел. У них колоссальный страх. Я никогда не могу забыть 1992-й год. В Вашингтоне идет первая такая конференция, в которой участвуют Россия, Иран, Турция, Америка, Азербайджан. И там были самые активные русские товарищи по фамилии Мигранян, Барсегов, директор института, Старовойтова. Это русская делегация российская. И один был человек с русской фамилией, к сожалению, не помню его сейчас фамилию. Так вот, мы вечером в гостинице откровенно обсуждали положение. То есть была неформальная беседа? Да. За чаем беседовали. Абсолютно все воспринималось российской стороной во главе с Миграняном. Абсолютно нормально и правильно и согласительно со всеми нашими предложениями. Фараном, если я не ошибаюсь, тогда Мигранян, по-моему, работал в США. Он там работал тогда. Он 10 лет был командирован в США. Может быть, но он представлял Россию. Да, от России он был командирован. И утром на заседание эти люди становились абсолютно новыми для нас людьми. Другие. Это невероятно. И в конце, когда мы уезжали, посол там Америки говорит, Окли, посол Окли ввел эту конференцию, что, ну, все-таки к чему мы пришли? Я тут открыто сказал, а к чему, я говорю, можно прийти с людьми, которые вечером одно говорят, а утром совершенно другое. Завели и все. Просто даже поверить в это невозможно. Абсолютно противоположное. Поэтому я говорю о взаимности. Конечно. Как может произойти сближение? Как мы можем... Да, мы будем гарантировать. Но если противоположная сторона не будет гарантировать азербайджанцам те гарантии, которые мы даем им, армянам, да, то ничего не получится. Не получится. Поэтому не от нас это зависит. Сто процентов. То есть ошибки должны исправлять, конечно же, по ту сторону. Потому что мы с самого начала были за мир, за взаимодействие, за диалог. Естественно. И сейчас мы должны все забыть. Отположили в сторону. Потому что сегодня азербайджану идти, вы понимаете, да, после этих трагедий, после 30 лет оккупации, идти навстречу, клянусь, надо быть победив, предлагать мир. И столько времени не получить его, да, смешно. Мы должны быть в другом состоянии. Нет, мы идем навстречу. Но если нам навстречу не пойдет, ничего не получится. Ну, это так. Хорошо. Вы знаете, вот странная получилась штука. Фараадон Валим. То есть, по милости, вот тех радикалов, националистов, мракобесов, там, Зори Балаян, там, не знаю, была Капутикян, были там Адамьяны и так далее. Они подставили собственный народ. Но это одно армянское общество, армянская республика. Но они подставили еще армян Карабаха, наших армян, которые два века, как минимум, жили у нас. Они себя чувствовали как дома. Они фактически вмешались в чужую жизнь и создали атмосферу двух миров. Они спутали карты тем простым людям, которые были привыкшие работать на земле, чувствовать себя азербайджанскими гражданами и были интегрированы. И в одночасье, вдруг, эти люди стали чужими на собственной земле. Ну, я вам скажу, наши армяне вообще были чужими им всегда. Да, да. Потому что я знаю несколько армян, ребят, которые вместе учились там и прочее, прочее. И они в какие-то годы уехали в Армению. Ну, по каким-то своим... Соображениям. То ли родственники, кто-то, не знаю. Они там абсолютно... Не прожились? Не задержались более чем там на месяц-два. Я, когда их в Москве встретил, Альберту говорю, он говорит, да ты что, я уехал через месяц. Это не наш. Вы посмотрите, вся интеллигенция Армении, лучшая Армяне, вышли из Баку, из Азербайджана. Все генералы, ученые, не знаю, артисты. Творческие личности, конечно. Все вышли отсюда. Но они не прижились, многие из них, в Армении? Нет, они в Москве, они в России все. Я хочу сказать, что это показатель тоже. Того общества? Конечно. И поэтому ереванские армяне не любили этих. Карабах. И вообще считали их перевертышами. Потому что... Шур-твац называли, да? И в этом была тоже правда. Потому что наши армяне, они были воспитаны совершенно в ином мире. В нашем духе? Да. Они не могли там жить. Ну, не могли. Я же говорю, что вот, я встретил просто своего товарища. Он через месяц уехал. Невозможно. Поэтому, да, это... Никаких тут придумок нет. Все это реальность. Фордан, но тем не менее, вот Азербайджан действительно делает очень реалистичные шаги навстречу нашим своим армянам, карабахским. Они могут приехать, они могут вернуться. То есть мы перед ними двери не закрываем. Азербайджан, их предали. Да. То есть их, прошу прощения, их превратили в разменную монету? Да. Их предали абсолютно. И карабахские армяне наши знают это. Большинство знает. Но не хватает, видимо, смелости признать. Как бы, да, на этой анти-тюркской волне. 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 Да. Но в основном простые люди, крестьяне, которые на земле работали, как вы говорили. Они прекрасно понимают, что они попали абсолютно в идиотскую ситуацию. Их предали раз. А теперь, чтобы им создать возвращение, не от нас зависит. От Армении зависит. Ну, конечно, мы же их не гнали отсюда, правильно ведь? Они бы находятся там. И от них зависит их возвращение сюда. Как они им внушили уйти отсюда, напугали, не знаю. Да. Они сами все признали, что нам сказали покинуть территорию Азербайджана. Им политически это было нужно. По разным причинам. Чтобы потом спекулировать на этой полной. Да, да, да. Это они исполняли и советы своих старших там товарищей, которые руководят ими. Это была игра. Мы их просили, все видели. Но это... Зачем вы уезжаете? Вы согласитесь с тем, что это была провальная игра? Конечно. Конечно. Чего они добились? Они предали второй раз их. Их? Конечно. Наштых армян. Конечно. Они первый раз предали, когда 30 лет держали в рабстве практически. Казарминный режим. Второй раз предали их, когда увели. А вот теперь их возвращение зависит, прямо зависит от Армении сегодняшней, в которой они находятся. Вот гарантии взаимные должны быть, не односторонние. Да, конечно. Ничего не выйдет из этого в одну сторону. Фарад Вальм, а вот были попытки, допустим, встречи, были представители интеллигенции, там наши поехали в Армению, когда еще была оккупация. Из Армении направились в Карабах, который был как бы в запертии для нас. Потом армянские представители приехали в Азербайджан. Даже господин президент Ильхам Алиф принимал их. Сейчас такого рода попытки, они могут дать какой-то результат, потому что все-таки положение невесомости или там неопределенности, это ведь не решение проблемы. И это даже ситуация, которая создает много вопросов. А что дальше? Ну, опять-таки, это зависит не от нас. Вот, смотрите. Говорят, что шествие фашистов этих, да, в Ереване, обсуждается, обсуждается, да, многими, кстати. Меня все время внутри бесит, и я пишу, естественно, всем тем, и нашим, и не нашим, и зарубежным, и всяким. Дорогие мои, а что тут обсуждать? Когда стоит памятник шестиметровый этому фашисту, кто его поставил? Кто памятники ставит? Государство. Если он до сих пор там стоит, значит, они сочувствуют ему. Правильно? Присягают. А что это, чтобы 15 человек туда пришло или 500 человек? На государственном уровне идет сочувствие памятнику. Или же его надо снести? Ну, конечно. Все, убрать. Да, автор идеологии цехокронизма. То есть, это человеконенавистническая идеология, которая обращена против турков, тюрков, азербайджанцев. Кто сидел в тюрьме за это? За уничтожение, за убийство людей? Ну, и что? Стоит памятник. Все. 500 деревень его имени, не знаю, улицы эти. О чем мы говорим? Как это понимать? Вот именно. Как это понимать? Вот в этом суть. Они могут нам сказать, да, давайте. Нет, не будет гарантии. Они не хотят. Они даже и не говорят об этом. Разве армянская сторона один раз заикнулась, что мы предоставим тоже гарантии? Вот если мы говорим, что мы армянам предоставляем нашим гарантии, они должны сказать, мы предоставляем гарантии нашим азербайджанцам. Занья Журдан. Правильно? Правильно. Кто-нибудь говорит об этом? Нет. Нет, я не слышал. А как тогда получится? Ничего не получится. Нет, игры в одни ворота уже не получится. Не получится. Она была, эта игра в одни ворота, когда нас как бы прижали к стенке. Американцы, в России некоторые круги, там, Западная Европа. Из нас сделали мальчиков для битья. Ну и в результате, то есть, вот действие вызвало противодействие. Мы показали свой кулак, свои возможности и наказали агрессора. Теперь вот обратите внимание, Фарад Малин, как вы думаете, вот есть такое неприкрытое, откровенное такое, явное, я бы сказал, очень вредительское воздействие западных кругов. Они давят на армян и на их психологию, чтобы вы не должны мириться. Мы предлагаем мир. Они говорят, нет, вы не подписываете. А почему? А что они зарабатывают? Это невооруженным глазом видно. И что они хотят приобрести на этой волне? Вот в западной круге. Они хотят приобрести контроль на этой волне. Больше ничего. Они сводят счеты со своими политическими противниками. Они хотят приобрести контроль. Ну, что делает великий Макрон? Чем он там занимается? Великий ли он? В кавычках. В кавычках. Он не останется ни в истории Франции и нигде. Нет. Не та величина. Позиция вредительская по отношению к Азербайджану, к французским отношениям. Ну, такое откровенное, безграмотное поведение президенту Франции... Не подобает. ...недозволено. И мы знаем, как к нему относятся. Слава богу. Видели, как к людям относятся. Поэтому, да, это игра. Он на этом хочет заработать какие-то дивиденды. И вообще чуть ли он старается больше самих армян. Да? Быть армянином. Отчего это? Что он сюда придет? Нет. Не получится ничего. И Америка сегодня... Если Блинкин говорит о том, что у нас, понимаете, нет свободного вероисповедания... В Азербайджане, да. Да, как будто притесняет свободу вероисповедания. Это же смешно. Просто смешно. Это даже непонятно, о чем идет речь. Ну, до такой степени же нельзя врать, в конце концов. Да, безусловно. Ну, тем не менее. Поэтому без интересов идти на такое вранье нельзя. Есть интересы. Закрытыми глазами всему миру показывать, что мы на черное говорим белое. Потому что достаточная информация об Азербайджане. И спецслужбы имеют эту информацию. И просто люди, которые просто побывали в Баку, какое-то время жили в Баку. Это все расходится. Поэтому я, например, слышал от какого-то музыканта в Америке, что за что он любит Азербайджан, который никогда не был? У него информация есть железная, что антисемитизма никогда не было в Азербайджане. Вот этот человек сидит там, который здесь никогда не был. В Америке не был. Он просто получил эту информацию, видимо, от близкого человека, да? Живущего в Израиле или бывшего там из Баку. Не знаю. Но я хочу сказать, что нельзя. Все равно эта ложь выйдет. Конечно. Потому что смешно. Да, разоблачена, безусловно. В Азербайджане никогда не было антисемитизма, никогда не было ненависти против армян. Но в Азербайджане считалось, если у тебя врач не еврей или там репетитор не еврей, то это плохой том. Да, элементарно. Да, так считалось. Это было само собой. То есть они настолько были интегрированы в наше общество. А и не только евреи. И сейчас тоже. Да, и армяне. И армяне. Жили лучше всех. Я имел разговор с председателем Союза еще, когда у нас была общая в Москве международная конфедерация. И мы в Стамбуле проходили ЮНЕСКОвское собрание. И он что-то неосторожно сказал о Гонзасарском монастыре, что-то. Но тут мне пришлось его поставить на место. Я его просто уничтожил. И сказал ему, а что вы выиграли? Вот я говорю, мы выиграли. Сколько бы вы ни думали. Мы, Карабах. Это было лет 25 назад. Может, даже чуть больше. Я сказал, мы Карабах. Или выкупим, или отвоюем. Понял? А вы потеряете навсегда Карабах. И мы сегодня, вы что сделали? Вы бы половину денег от нефти отсюда бы утащили, как в начале века. Вы все потеряли. Вы жили в Баку. Лучше всего. У него жена Бакинка. Он поэтому считал, что он тоже. Я говорю, вы жили в лучших районах. На самых денежных местах работали. Лесом заправлял там тот-то. В Баксовете первый зам. Даже министр был. Даже министр был армянин. Министр был этот. Вы чего добились? Вы хорошо. А мы выиграли. И Карабах вернем. Вот клянусь, говорю, то, что было. Он мне знает, что сказал? Он сказал, я от вас не ожидал. Он думал, что я буду на его позиции. Вот такая психология. Они настолько уверовали в свои мифы. Он, считая меня как бы интеллигентным человеком, от меня не ожидал услышать правду. Он хотел, чтобы я лгал, как он. Ну, безусловно. Ну, так разве к чему-нибудь прийти можно будет? Нет. Я говорю, открыто все, без всяких прикрас. Конечно. Надо смотреть лицо правде. Да, если наша противоположная сторона будет фокусы всякие устраивать, то они в третий раз предадут армян Карабаха. Вот и все. Ну, будем надеяться, Фахадмайлим. Конечно, мы будем надеяться. Во-первых, мы никогда в жизни не торгуемся с нашими интересами. То есть мы не идем на компромисс в вопросах безопасности, как это уже сделал наш президент, доказав, что вопрос национальной безопасности Азербайджана и азербайджанцев, людей, живущих в нашей стране. Это отдельная тема, которая не обсуждается ни с кем. И, с другой стороны, мы как были открытым обществом, мультикультральным обществом, так и остались. То есть мы ничего не потеряли. Абсолютно. Ну, и потом, если вот эта толерантность, о которой мы говорим, она проявляется со стороны одного актора, но отвергается со стороны другого, это не может восприниматься как слабость. Это наша, наверное, все-таки сила, что мы, да, мы открыты к диалогу. Мы готовы в основу принять, я имею в виду армян, которые исконно карабахцы, не те, которых завезли из Сирии, там, Ближнего Востока, там, Ливана и так далее. Но это не означает, что мы должны злоупотреблять нашим пониманием, нашим терпением и нашей благосклонностью. И не та ситуация сейчас. Не та. Надо это тоже понимать, да? Если бы это было бы 20 лет назад, чего они тоже не сообразили, когда Гейдар Алиев им предлагал. Они тогда предали. Сколько раз предали? И что получили в итоге? Вот то, что получили. Поэтому сегодня не та ситуация. И тут надо им, в первую очередь, глубоко задуматься. Как? Если мы не пойдем навстречу друг другу, ничего не выйдет. Но сейчас время прозрения. Конечно. Я думаю, что их сегодняшнее руководство готово пойти навстречу. Оно готово. Но боится, видимо, давления извне. Я думаю, понимаете, даже памятник, которым, я говорю, нужно убрать, чтобы не разговаривать на эту тему, да? Если он стоит, значит, государство. Ну, и это для них страшно и опасно, потому что есть сторонники. Архангалин, как ни парадоксально, этот памятник установил азербайджанский армянин. Карабахский. Карабахский азербайджанский армянин Серж Сарксиан. Человек, который сделал все для того, чтобы эта мракобесия стала бы нормой для целого народа. Он настолько смешон, вы меня извините, да. И мелок. Да, ну что вы, если вы вспомните его просто разговор с Познером. Я помню. Просто позор какой-то. Конечно. И поэтому, честно говоря, о нем серьезно даже говорить не хочется. Не хочется, да, конечно. Поэтому, да, это другая история. То, что сегодня, да, я хочу сказать, что они готовы. Это ясно, что сегодняшнему руководству Армении это нужно. И они это понимают. Да. И им мешает кто? Тот же армянин Макрон. Там, теперь еще тут Блинкин прибавился. Со своей командой. Да, не знаю, еще они им мешают. Да, конечно. И внутри вот эти недоноски, которые будут пользоваться тем, чтобы его задушить. Да, его даже можно в определенной степени понять поведение. Даже пожалеть. Да, он, почему он туда-сюда. Да, мечется. Отмечется между, да. Ну, тем не менее, вот простые люди должны сделать свой выбор, потому что вот те люди, которые отличились, в кавычках, своей националистической прытью, они их завели в болото. Они завели их никуда. Да, и теперь простые люди, которые, опять же, в последний этап, так сказать, за последний этап поддались внушениям и покинули Азербайджан, я имею в виду армян Карабаха, наших азербайджанских армян, они должны сами сообразить, что им делать, как поступить. Потому что жить в двух мирах не получится. Это самообман. Это, опять же, дорога никуда. Вы знаете, я вчера слушал, просто надо быть честным, я слушал вчера одного армянина, по-моему, Шахназаров фамилия, не помню, очень такое интервью, ну, как будто бы, говорит, такой патриот-азербайджанец. И явно он не играл. Абсолютно искренний человек. Таких людей много сейчас? Да, абсолютно искренне говорил о том, об Ильхаме Алиеве, как о выдающемся, о том, что, да, он сегодня только может быть президентом. Вот это говорил... Это не Багдасарян? Нет, 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 нет. Фамилия похожая на Шахназаров. Я случайно в интернете видел, девушка с ним ведет интервью. И как он говорил о карабахских армянах, как он говорил об Азербайджане, ну, вот так получится, понимаете? Ну, надо прыгать. Я слушал его, думаю, да, вот так получится. Конечно. А по-другому нет. Ну, да, они должны признать свои ошибки, безусловно, и исправить их. Бесспорно. Спасибо большое за очень интересные взгляды, подход такой оригинальный. Я думаю, что у нас слышают наши соотечественники, включая Армян Карабаха, которые понимают, что просто их судьбами играли очень нездоровые люди. И время сейчас пришло для того, чтобы исправлять ошибки. Спасибо огромное. Спасибо. Я очень вам признателен. Еще раз напоминаю нашим зрителям, что у нас сегодня на платформе Ваку-нетворк был председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Фархад Халилов. И бесспорно, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я хочу еще раз обратиться ко всем нашим зрителям с таким вот, скажем, воззванием, что действительно уже время всех нас подгоняет сделать правильный выбор. И правильный выбор в том, что надо отказаться от политики ненавистей, отчуждения, забыть все то, что было. Не для того, чтобы именно стереть память, не знаю, там, обнулить эту память. Нет, память всегда, она есть. История сама памяти людей. Но надо сделать так, чтобы больше то, что имело место, не происходило. Потому что была и война, была большая кровь, были бедствия, решения. И сейчас настал момент для того, чтобы исправлять все наши ошибки. Удачи вам, всего хорошего и до новых встреч на платформе Баку-нетворк.